Привет, друзья! Грузинскому актёру Арчилу Гомиашвили как никому лучше удалось воплотить образ легендарного Остапа Бендера. Возможно, это потому, что в реальности артист был близок по духу со своим персонажем. Давайте же вспомним, как сложилась судьба советского и российского актёра. Будущий артист родился 23 марта 1926 года в городе Чаатуру Грузинской ССР. В 30-е годы глава семейства был подвергнут репрессиям и отправлен на несколько лет в лагеря. С ранних лет Арчил проявил артистический талант. После школы он поступил в Тбилисский художественный техникум при Академии художеств. Но примерным студентом Арчила назвать было нельзя. Он то и дело попадал в различные передряги, за которые расплачивался свободой. Так, будущая звезда отечественного кино целых четыре раза оказывалась за решёткой. Когда ему было всего 17 лет, он оказался на скамье подсудимых по 58 статье. За участие в антисоветской политике ему дали 10 лет. Через 4 года вышел на свободу. Второй раз Арчил загремел за решётку за то, что в ресторане заступился за свою спутницу, актрису Людмилу Целиковскую. Дело было перед Новым годом. Пара пришла в ресторан поужинать и какой-то фраер начал приставать к девушке. В итоге между актёром и тем мужчиной завязалась драка, за что оба оказались в райотделе милиции. Но были в биографии артиста и тёмные пятна. Например, третий и четвёртый разы он попал в тюрьму за воровство. После этого с криминальной жизнью Гомяшвили решил завязать и посвятить себя полностью творческой деятельности. На тот момент актёру было 27 лет, однако на протяжении всей своей жизни он продолжал поддерживать связь с криминальным миром. Поговаривают, что благодаря таким связям в 90-е годы Арчилу удалось развить свой бизнес. Артист руководил знаменитым клубом «Золотой Остап». Сам артист старался отрицать свою связь с криминальным миром. Гомяшвили уважали за творческую деятельность. На его счету были десятки ролей в кино и театрах. Но больше всего советским зрителям он запомнился по фильму «12 стульев». Роль Остапа Бендера стала его визитной карточкой. Именно с этим персонажем его ассоциировали до конца жизни. В конце 80-х Арчил оставил кино и начал заниматься игровым бизнесом. Личная жизнь артиста была не менее насыщенной. Арчил был четырежды женат. В первом браке с Яной Маиловой родилась дочь Карина. Вторая жена актриса Ляна Манджавидзе родила ему двух сыновей. Третьей супругой актёра была знаменитая актриса Татьяна Акуневская. Четвёртой и последней женой актёра стала балерина Татьяна Фёдоровна, которая родила ему двух дочерей Нину и Екатерину. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова